С вами Макин, дальненько я не знал свои видосы. Если вам интересно узнать причину, напишите мне в комментариях, дам обратную связь. Сегодня я хочу рассмотреть такую интересную тему, то что касается автоматического обновления Windows 11, я раскрою один самый простой и офигенный метод решения. Ссылку на скачан архива оставлю в описании видео и оставляю сами источник для скачивания самой программы. Первым делом извлекаем наш архив. Называется наша папка веб. Вот называется извлечь папку. Например, я хочу извлечь в лакане диск сет. Извлекаем папку. Давайте теперь мы запустим нашу программу. Вот она наша программа. Запускаем веб 64. Как видим, мы получаем такое окно. Включить обновление, отключить обновление, зачитывая настройку службы. Все очень просто. Одним словами, вы можете одним шелчком нажать применить. И у вас обновление применится. Но перед тем, что применять, давайте я вам покажу, какие действия вы будете предпринимать. Заходим в управление. Этот компьютер. Служба приложения. Мы находим службу и запускаемся самым вниз. Здесь мы находим нашу службу. Центром обновления Windows. Как видим, он у нас отключен. Давайте мы сейчас активируем. Сказано DOS CP. Окей. Ну, это само собой. Давайте мы вот так делаем. Включить, применить. Чтобы у нас все защита сбросилась. С центром на линии Windows. Попробуем запустить его. Как видим, теперь мы можем нажать кнопку применить. И можем запустить. Нажимаем ОК. И давайте теперь Угром отключить нашу службу автоматического обновления. Нажимаем применить. Заходим в центр обновления Windows. Как видим, он у нас отключен. Угромы мы его включить. Сейчас я вам объясню, как это работает. Как видим, отказано в доступе. Он нам не дает доступа. Таким образом, приложение утилита блокирует доступ к службам на автоматическом обновлении. Возможно, другие источники детально алгоритмы работы не изучал. То, что проэкспериментирую как мастер, понимающий специально свое дело. Я вам объясняю все это в деле. Хорошо вы, я вам объясняю. Вот таким образом вы очень быстро можете заблокировать службу. И у вас не будет обновляться сама операционная система Windows. Это я могу точно вам сказать. Давайте здесь зайдем параметры. Где наше обновление? Центр обновления Windows. И сейчас мы посмотрим. Как видим, ошибка обновления. Он нам не дает обновиться. Нажимаем повторить. Проверка прошла успешно. Но, как видим, он не дает нам обновиться. Таким образом, вы можете отключить автоматическое обновление Windows. Чтобы он у вас корректно работал. Но, когда у вас выйдет финальная версия Windows 11, вы можете просто скачать. На флешку либо установить, либо просто обновиться по интернету. Так, я считаю, будет намного разумнее, чем скачать бета-версию и участвовать в стадии разработки. Каждый раз. Вот это тоже в своем роде создает удобство. Окей, давайте теперь раскрою самые важные моменты программы. Чуть ли я многое заговорился. Заходим в меню. Есть еще один очень крутой момент. Для этого мы заходим в параметры списка служб. Если вы хотите добавить определенную службу, это, можно сказать, новое открытие. Для этого заходим в этот компьютер. Опять управление. Служба и служба. Находим любую службу. В моем случае, ASUS Web Server. ASUS Web Service называется «Копирую саму службу». И здесь я нахожу ватт «Ини». Здесь я добавляю нашу службу. Вставляю. Нажимаем «Равно». 2 и 2. По умолчанию вот так сделаем. И нажимаем «Сохранить». Теперь давайте попробуем зайти заново в нашу программу. Меню. Параметры списка служб. Как видим, мы добавили нашу собственную службу. Описание я не стал описывать. На это я не буду тратить свое драгоценное время. Давайте мы попробуем отключить службу. И защитить защиту настроек к службе. Сохранить настройки. И здесь обязательно надо будет нажать «Применить». И теперь у нас служба должна быть защищена. Которая касается службы. «Сотоп сервис». Давайте заходим в службу. А сюда тоже можно попасть в окна «Служба». Находим нашу службу. «Сотоп сервис». Попробуем мы его включить. Отказан на доступ. Замечательно круто. Как видим, мы добавили свою службу и защитили, получается. Если у вас есть какая-то защищенная служба, вы хотите добавить в этот список и через эту программу защищать данную службу, то тогда данный метод очень будто будет срабатывать в ваших целях. Давайте теперь мы попробуем отключить данную службу. Для этого заходим, точнее, «Деактивировать», заходим сюда в «Сотоп сервис». Убираем защиту настроек служб. Нажимаем «Сохранить настройки». Нажимаем «Применить». И здесь пробуем включить нашу службу. Как видим, замечательно, у нас служба запустилась. У нас все корректно работает. Вот таким образом вам можно добавить любую другую службу и юзать на здоровье. А с вами был Макин. Если у вас какие-то остались вопросы ко мне, естественно, пишите в комментариях. Я постараюсь вам предельно, максимально помочь, разобраться, что у вас где хромает и получается. А до скорых встреч. Пока-пока.